Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 декабря, день Стефана. Святой преподобно мученик Стефан, новый, пострадал за святые иконы. Родители его отличались благочестием и нищелюбием. Имея двух дочерей, они хотели, чтобы Бог дал им сына, наследника мужского пола. Для привлечения к себе милости Божией они вели благотворительную деятельность и усердно молились к Господу, прося у него сына. Так и случилось. Мальчика назвали Стефаном и отдали согласно обещанию Господу, прося Божью Матерь позаботиться о нем. Весьма давнюю пору, в эти дни, ходили мужики воду в колодцах слушать. Если лежала она в колодце молчаливой серой тучи, знать на будущий успех в делах не стоит рассчитывать. Если же слышалось из колодца приятное слуху по звякованию, то надеялись в будущем году деньги считать. Сегодня почитает и святого мученика Иринарха. В юном возрасте он был палачом при мучениях святых мучеников, но был просвещен благодатью Божию. Он дерзновенно назвал себя христианином. По повелению правителя его бросили в болото, откуда вышел невредимым. Затем в огненную печь, которая не причинила ему вреда. Был усечен мечом. У купцов в этот день был свой способ пытания судьбы на успех. Рано утречком на Иринарха выходили они на улицу и бросали ближайший сугроб горц монет разного достоинства. После принимались их из снега доставать. И если первая, самая мелкая монета попадалась, шли домой раздосадованные. Успеха в делах не увидишь. И наоборот, если пиром из сугроба серебряный рубль доставали, закатывали на радостях пир на весь мир, твердо веря в удачу любого задуманного ими дела. Согласно примете, быстро поправить свое финансовое положение мог человек, умывшийся в Великий Четверг серебра или золота. Это четверг Страстной недели Великой Седмицы, в которой вспоминается Тайня Вечеря и установление Иисусом Христом Таинства Евстархии. Для того, чтобы всегда деньги водились, следовало при появлении молодого месяца, первом куковании кукушки или прилете аиста, потрясти мелочью в кошельке. Удачу могли принести монеты с изъяном, слегка вышибленные монетки. Их рекомендовалось всегда носить при себе вместо талисмана. Приметы. Если на Стефана снег идет хлопьями, к урожаю. Про свеклу. Ну, все знают, что она способствует хорошему туалету. Хорошему туалету? Ну, за счет чего она способствует хорошему туалету? За счет того, что здесь имеется клетчатка. И клетчатка довольно-таки грубая, которая хорошенько стимулирует перистальтику кишечника. Что мы с хреном еще сделаем? Мы тоже его натираем. Здесь вопрос вкуса. Вопрос вкуса. Сколько? Это вопрос вкуса. А вот смотри, если мы этот салатик, свеклу натирали на более крупной терке, то хрен на крупной терке натирать не надо. И он на более мелкой. Вот это вот такая. Чтобы нам лучше его можно было съесть, и чтобы больше вот этих вот фитонцидов выделялось. Я вас заслушалась и забыла совсем про свой апельсин. Значит, я делаю апельсин и задаю вам свои вопросы. Что же делаю? Я его готовлю. Его, конечно, надо почистить. И для вкуса надо убрать эти перегородочки. Хорошо, можно убрать эти все перегородочки. Но я еще про свеклу буду рассказывать. Значит, свекла является... Свекла – это средство для профилактики авитаминоза. Мы уже сказали много биологически активных веществ, которые способствуют тому, что укрепляет наш организм. Раз, да? Значит, регулярное употребление свеклы, еще что она делает? Снижает вероятность возникновения различных онкологических заболеваний. А за счет чего? И вот тут-то мы действительно подходим к тому. А за счет чего? Оказывается, в свекле содержится биологически активное железо. И вот еще Ванга говорила, что рак будет побежден железом. Но каким железом? Естественно, не гвоздем железным, а биологически активным железом, которое содержится в тех или иных продуктах. Поэтому в свекле содержится не так уж много этого железа, но, тем не менее, его содержится там достаточно, и оно активное. Далее. Онкология. Онкология. Ух, как полезло. Глаза. А вот эти горчичные масла. Онкология, это, значит, как правило, связана с таким цветом каким-то черным, да? Чувствуешь? Да. Ну, достаточно, наверное. Достаточно, да. Достаточно, так достаточно. Вот. А, значит, такого красного цвета, вот бордового цвета, которым обладает свекла, значит, это является, как бы сказать, по цвету антагонистом этой энергетики. Вот. И уже за счёт этого также способствует. Более того, онкология, она всегда стремится к тому, чтобы поразить костный мозг. А свёкла стимулирует работу костного мозга. И поэтому укрепление костного мозга за счёт того, что свёкла подаёт туда как раз материалы, из которых струится кровь, укрепляет наш организм. Тогда получается, что свёкла должна помогать ещё нашей сердечно-сосудистой системе, потому что, ну, оно красное, кровь красная, нет? Ну так, по логике народной. По логике, действительно, по логике, значит, кровь красная, да, действительно. Потом, смотрите, сама свёкла, это представляет собой такое объёмное образование, которое по своей форме напоминает сердце. Значит, оно также будет благоприятно влиять и на сердце. И, естественно, опять-таки, способствует тому, что обладает кроветворением. Далее, знаете, что очень важно подчеркнуть, что здесь вот свёкла, она защищена внутри себя различными, будем говорить, биологически активными веществами, фитонцидами, которые не дают ей загнить. Естественно, когда мы будем седать свёклу, особенно в сыром виде, особенно в виде сока, она, значит, будет нам чистить кровь и обеззараживать кровяное русло от разного рода бактерий, микроорганизмов, мягко, мягко причём, потому что вот эти вот вещества действуют. Кстати, если выпить слишком много свекольного сока, ну, для некоторых достаточно даже 2-3 столовые ложки, у них сразу же они могут упасть в обмрак, закружится голова, может быть даже трвота. Как раз вот это действие вот этих вот эфирных масел, которые имеются внутрь неё. Не было такого, ни раз не пила, как она сшибает действительно в мозг. Ну, я признаюсь, что свежевыжатый свекольный сок я пью только, когда с вами встречаюсь. Потому что я дома вообще его не очень пью. Но у вас тогда вкусно. И вы потом всякие добавочки делаете, и оно очень хорошо идёт. А вот свёклу сырую или варёную, здесь, наверное, получается, надо понять, зачем тебе это надо. Потому что классические салаты у нас какие? В основном варёные. Это венегрет, это свёкла с чесноком, с черносливом. И как раз вот смотри, мы подошли к такому интересному поняту. Если будет свёкла сырая, то она будет улучшать состав крови. Варёная тоже это будет делать, но не так, как сырая. Значит, укреплять стенки сосудов может только сырая свёкла. Снимать отёчность. Отёчность может, опять-таки, сырая свёкла. Снижать холестерин. Ну, снижать холестерин может и варёная, и сырая. А как это происходит? Вот эта избитая фраза, снижать холестерин. Для меня холестерин – это жир, который в виде бляшек находится на сосудах. Очищает от холестерина. То есть эти бляшки уходят за счёт чего? Ну, не напором же просто объёма. Нет, действительно. Есть вещи, действительно. Если взять и рассматривать кровяное русло как трубу, значит, она может очищаться, как Таня сказала правильно, напором. Но это напор надо создать такой, что могут лопнуть сосуды, повышаться давление. А можно за счёт того, что у нас присутствует, своеобразные там какое-то моющее средство, которое начинает отмывать вот эти вот жировые отложения. И потихонечку их выводит. То есть вот это, если там в свёкле содержится сапонины, сапонины – это, ну, как бы сказать, мылящие такие вещества. Правда? Да, они так и называются, сапонины, значит, мылящие вещества, которые образуют пену. Вот они как раз отмывают различные жировые отложения и так далее. И вот в свёкле они также содержатся. Поэтому и ещё здесь содержатся и вот эти вот красные пигменты. Красные пигменты вообще очень хорошо очищают и кровяное русло, и кровяные сосуды. Также они чистят печень, жёлчный пузырь и более-менее благотворно влияют на почки. И очень, знаете, интересно отметить, вот мы с вами применяем свёклу, мы можем применять её в виде салата там свежего, в виде винегрета отварного. И если у нас, значит, моча окрашивается в свекольный цвет, это говорит о том, что у нас имеется некая там, как бы сказать, ну, почечная слабина. Нельзя сказать, что там какое-то сильное заболевание, а просто слабина, что вот эти красящие пигменты проходят через... То есть они не усвоились, получается, да? Они не усвоились в раз. Это говорит о том, что у нас уже слаб опищевывательный огонь, который можно с помощью, значит, вот этого салата будет, особенно хрена, разжигать. И у нас слабы эпителиальные оболочки, через которые всё это проходит. Они должны удерживать, они должны всё это отфильтровывать. А представляете, у нас вместо того, чтобы отсеивать всё нужное и удерживать, у нас почечная ткань представляет собой какое-то решето, и всё через неё сливается. Сливается, это же говорит не просто пигменты, которые окрашены, а это какие-то соли, какие-то полезные вещества, ещё-ещё-ещё-чего-то. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!